Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. Продолжение следует... Михаил Кликин. Соглядатый. Они повсюду. Я знаю, вы тоже видели их. Вы скользили взглядом по их неприметным лицам, вы стояли бок о бок с ними в метро, видели их отражение в витринах. Вы видели их, но не обратили внимания и тут же забыли, что видели. Они умеют прятаться, сливаться с толпой, растворяться в городской сутолоке. Они тени в подворотнях, они колыхания занавесок, они блеклые отражения в стеклах, они дыхание ветра за вашей спиной. Они повсюду. Они следят за нами, за каждым из нас и ждут. Ждут. Они слуги города. Соглядатый. Охотники. Палачи. Вы не можете от них спрятаться. Не можете убежать. Все, что вам позволительно, это не замечать их. И вы не видите их. Не видите до той поры, пока не совершите ошибку. И тогда они придут за вами. Так же, как пришли за мной. Я заметил их, и это стало моей первой ошибкой. Был октябрь. Раннее утро. Мрачное и унылое. Вот уже которую неделю сыпал мелкий дождь. На улицах было пустынно, только машины мчались мимо тротуаров, взрывая свинцовые лужи. Я заметил его лишь, когда подошел вплотную. Серая тень на автобусной остановке, длинный плащ, поднятый воротник, бесформенная кепка, опущенная на глаза. «Десятки давно не было?» — спросил я у него. Он промолчал, даже не посмотрел в мою сторону. «Десятки!» — начал было я вновь, но закашлялся. Тяжелый, набрякший влагой воздух рвался из легких. Рвался так сильно, что под ложечкой сделалось больно и засипело в груди. Я сплюнул мокрот и увидел необычайно яркую кровь. «Кровь!» — сказал я испуганно. «Туберкулез?» Алые прожилки в сером сгустке слизи. Солоновато-сладкий привкус во рту. «Рак? Проказа?» Перед глазами запрыгали черные точки. Уши заложило звоном и грохотом. Задрожала земля под ногами. Я подумал, что умираю. Повернулся к незнакомцу, чтобы попросить о помощи, и вдруг увидел его глаза. Искры жадного интереса в бездонном мраке зрачков. Грохот усилился. Земля ходила ходуном. Чтобы не упасть, я схватился за столб. Из-за поворота выпал с трамвай. Он сыпал искрами и сотрясал землю. Серое железное чудовище с непроницаемо черными окнами остановилось на середине дороги, точно напротив человека в плаще, и отворило дверь во тьму у тробы. Незнакомец посмотрел на трамвай. Потом на меня. Я все еще давился кашлем. Он криво усмехнулся и шагнул прямо в лужу, что широко расползлась у бордюра. Вода раступилась. Я видел это. Она отшатнулась от незнакомца, отпрыгнула вихрем брызг. Он ступил на сухой асфальт и пошел к трамваю. Сухой плащ полоскался на ветру. Полы развивались, и мне показалось, что у этого жуткого человека нет ног. Одни только ступни и нет лица. Только глаза и кривая усмешка. Он вспрыгнул на подножку. Дверь урча прожевала его. Затем трамвай сыто рыгнул и, рассыпая искры, рванул куда-то помимо рельсов. Через пару секунд он исчез. Перестала дрожать земля. Кашель прошел. Ничего не болело. Я был в порядке. И все же я решил вернуться домой, полежать, отдохнуть. Потом позвонить на работу, сказать, что не приду, что мне надо срочно в больницу провериться. Рак? Быть может, возьму отпуск, уеду на несколько дней к жене, она отдыхает у родителей в деревне. Мне давно надо отдохнуть. Три года без отпусков, без больничных. Работа по 12 часов в сутки. Я забыл про страшного человека и трамвай-чудовище. Забыл, потому что есть вещи более страшные, чем непонятные. Рак. Но когда я уже подходил к своему дому, я встретил другого человека. В сером плаще с поднятым воротником и в бесформенной кепке. Ваш трамвай уже ушел, зачем-то, сказал я ему. Он посмотрел на меня и усмехнулся. Лица у него не было. Только хищная ухмылка. Врач, осмотрев меня, улыбнулся и сказал, что я проживу еще долго. Вторая моя ошибка заключалась в том, что я не смог, не захотел забыть о них. Люди осени, серые и безликие, они приходили ко мне во снах. Они стояли рядами, загораживая собой весь мир, и я не мог прорваться сквозь их строй, как ни старался. Я стал встречать их и наяву, на улицах города. Не часто они хорошо умеют прятаться. И все же я порой узнавал их, выделял из толпы и уже не отворачивал глаз. Они тоже узнавали меня, усмехались, проходили мимо. Они никогда не смотрели на меня, но всегда я чувствовал их холодные взгляды. На выходные приехала жена. Я встречал ее на вокзале, и вместе со мной ее встречали серые. Их было двое. А может быть больше, но я заметил лишь этих двоих. Было многолюдно. На перронах, указ, в зале ожидания толпились люди, галдели, махали руками, потели. Прокладывая себе путь, надрывно взрыкивали перегруженные жадные носильщики. Люди в форме, с кобурами на ремнях и с пищащими рациями просили предъявить документы и требовали денег. Таксисты, словно проститутки, выстроившись вдоль стен, говорили что-то завлекательное, проходящим мимо людям. Неразборчиво громко хрипел репродуктор. В тихих уголках, устроив себе звериные гнездышки, свернувшись клубком, безмятежно дремали завшивленные бомжи. А эти стояли в самом центре волнующегося людского моря, две серые скалы, и никто их не замечал. Только я. Я один. Жена легко спрыгнула на перрон, нырнула под мой зонт, повесила на меня тяжелую сумку и осторожно поцеловала. Я был небрит и запущен. От нее пахло летом, горячим сеном, пылью, цветами и рекой. Ну, что за погода, сказала жена. Осень, ответил я. А у мамы тепло. Солнышко светит. Бабье лето. Это все они, сказал я и осекся. Кто? Демократы, сказал я и деланно рассмеялся. Она серьезно посмотрела на меня. Что-то не так? Нет, все нормально, просто я без тебя одичал. Дикарь. Она прижалась ко мне, и я невольно обернулся на серых людей. Их не было. Возможно, они испугались жены, подумал я тогда. Ее аромата. Частички бабьего лета, что привезла она с собой в маминой сумке. Люди осени действительно боялись лета. Но кроме них были еще люди зимы. Хочу домой, сказала она. Как мама, спросил я в такси. Болеет, но чувствует себя хорошо. А я здоров, но чувствую себя. Я хмыкнул и заметил в зеркале, как усмехнулся водитель, пряча глаза под козырьком бесформенные кепки. Серое такси бежало по улицам города, и вода шарахалась из-под его колес. Третьей моей ошибкой стало то, что я все, почти все ей рассказал. Я не собирался этого делать, не хотел пугать ее, да и знал, какая реакция последует, и не хотел этой реакции. Но бывают моменты, когда невозможно промолчать. Когда к тебе прижимается самый родной человек, шепчет что-то совершенно ненужное, но такое приятное, ласково касается губами мочки уха, и ты не можешь не поделиться. Ты сошел с ума, сказала она и зажала себе рот. «Это было бы слишком просто», ответил я. «Тебе надо отдохнуть», сказала она и чуть отодвинулась. «Ты много работаешь». «Я не работаю уже вторую неделю». «Почему?» «Врач посоветовал мне отдохнуть. Я взял отпуск». «Врач? Ты был у врача?» «Да». «У какого?» «У онколога». Она отодвинулась еще дальше, села на кровати, серьезно разглядывая меня. Загорелые неприкрытые груди качнулись, когда она помотала головой. «Ты меня пугаешь». В неярком свете ночника ее кожа выглядела совсем серой. «Ладно», потянулся я к ней. «Перестань, забудь. Это все глупости». «Что я несу?» «Совсем тут без тебя одичал». У нее был вкус лета. Дождь стучал по зонту, требуя, чтобы его впустили. «Я скоро приеду», сказала она. «Через четыре дня». «Зачем? Не надо жертв, отдыхай». «Боюсь, если приеду позже, то не узнаю тебя». «Все нормально, со мной все будет хорошо». «Я бы не уезжала, но мама будет ждать». «Я обещала». «Конечно». «Почему ты не хочешь поехать со мной?» «У меня дела какие?» «Ты же не работаешь, ты в отпуске». «Надо повидать всех старых знакомых». «Я так давно у них не был». «У тебя появилась любовница?» она улыбнулась. «И не одна», ответил я. «И что же будет со мной?» «Я не успел ответить». Дородная проводница, стоящая возле двери вагона, вмешалась в разговор. «Пора». У нее был грубый голос. «Отправляемся, девушка». «Пока», сказала мне жена и поцеловала в щеку. Сегодня она пахла городом, косметикой, хлоркой и металлом. Поезд тронулся. Я помахал в заплаканное окно. Кто-то помахал мне в ответ. Она ли? Повернувшись, я увидел серых. Теперь их было пятеро. Двое стояли возле милицейской будки, два других застыли изваяниями у вокзальных часов. Еще один стоял в дверях вокзала. Людям приходилось огибать его, но никто не выказывал недовольства. Они не замечали серого человека, заслонившего дорогу. Когда я проходил мимо тех, что стояли под часами, горло мне сдавил болезненный спазм. Я сплюнул им под ноги кровавую слизь. Они усмехнулись. Они откуда-то знали, что я все, почти все рассказал жене. Ночью я вдруг очнулся и какое-то время лежал напряженно таращись в непроглядную тень и пытаясь понять, что же меня разбудило. Потом скрипнула половица. Кто-то, и я знал, кто стоял в двух шагах от кровати, невидимой в темноте. Я убил его. Возможно, это была моя последняя, четвертая, роковая ошибка. А быть может, это был единственно верный шаг. Я и сейчас не знаю, зачем тогда пришло ко мне это существо поговорить или убить. Быть может, оно и вовсе случайно оказалось в моей квартире. Какое-то время я лежал, затаив дыхание и слушая, как бешено колотится сердце. А потом... Потом... Серое лицо появилось из тьмы, нависло надо мной, глаза и рот, больше ничего. И я не выдержал. Мы катались по полу. Он был невообразимо силен. Я хрипел и плевался кровью. Он молчал. Бешено стучали снизу соседи. Потом я прищемил ему руку дверью и вырвался. Скользнул на кухню, вывалил на пол содержимое ящика стола, ощупь я нашел большой нож, поранился об острое лезвие, забился в угол. Серый человек просочился на кухню словно туман, и я подумал, что его не возьмешь никаким оружием. Но нож с трудом рассек плоть и человек упал. Впрочем, это был уже совсем не человек. Я захлебнулся собственной кровью. Теряя сознание, я продолжал отчаянно кромсать его тело. Последнее, что помню, это как перерезал ему горло. Очнулся я в больнице. Разбуженные шумом соседи вызвали милицию. Прибывший наряд взломал дверь и нашел меня на кухне. Голову с ножом в руке. Все вокруг было заляпано кровью. Моей кровью. Больше ничего и никого не было. Серые люди умеют прятаться. Жена приехала не через четыре дня, как обещалось, а через два. Она сообщила о своем прибытии телеграммой, но меня не было дома. Я лежал под капельницей в больнице. Она сказала маме, что я заболел, и потому ей нужно срочно вернуться. Мама пожелала мне скорого выздоровления и заставила дочку взять огромный арбуз. Ему надо побольше витаминов, сказала она. А у вас в городе таких не продают, там одна химия. Мою жену сбила машина. Серая волга с тонированными стеклами, номеров которые никто не заметил. Огромный арбуз, точно бомба, взорвался тысячи алых брызг, и на дармовое угощение тут же слетились тучи голубей и ворон. Они сновали в грязных лужах и торопливо склювовали кровавые ошметки. Я узнал о ее смерти в тот же день. Сквозь стеклянную дверь палаты я видел милиционера, который о чем-то говорил с врачом. Врач не хотел, чтобы меня беспокоили. Врач считал, что мне нельзя беспокоиться. И я все понял. Я не собирался лежать и ждать, когда они придут за мной. Я сбежал. На несколько дней меня приютил друг. Он ни о чем не спрашивал, а я ничего не мог ему рассказать. Потом, окрепнув, поправившись, я ушел от него, не хотел подвергать его опасности. Какое-то время я жил в маленьких гостиницах, снимал номер на день-два, не больше. Старался не выходить на улицу. Но они знали, что я где-то рядом. Они понимали, что я никогда не прощу им убийства жены. И они искали меня. Я убил троих. Перед смертью они кое-что мне рассказали. У них странные голоса, тихие, бесцветные, шепот осеннего ветра. Их слова так сложно понять и запомнить. до чего-то я додумался сам. Сапи анти сад. Вы слышали когда-нибудь чужие голоса в телефонной трубке? Вам встречались ночные трамваи и троллейбусы, торопливо везущие в никуда полные салоны мрака? А случалось ли вам видеть призрачные огни в сырой тьме подвалов? Звонил ли невидимка в дверь вашей квартиры? Просыпались ли вы глухой ночью от звука шагов в пустых комнатах? Было ли так, что газ или вода сами собой включались, а мебель вдруг двигалась и пропадали бесследно какие-то вещи? Серые люди живут среди нас. Люди осени безликие саглядатые люди зимы безжалостные убийцы. Мы создали новую среду города и новый вид существ должен был появиться. Я не силен в латыни homo urbanus поправьте меня, если здесь допущена ошибка. Пока нас больше, чем их, пока они прячутся, следят за нами, паразитируют на нас, чего-то ждут. Как долго это будет продолжаться? Я знаю, вы видели их. Надо лишь чуть напрячься, чтобы вспомнить. Надо стать чуть более внимательным, чтобы их увидеть. Но вы боитесь? Они прячутся от вас, а вы прячетесь от них. Ночью они пришли за мной. Втроем. Окружили частный дом на окраине города, где я снял на сутки пределок. Глухую коморку без окон с единственной узкой дверью, запирающейся на клипки шпингалет. Я проснулся от того, что во дворе заворчала собака. Взвизгнула, смолкла. Я понял, что это они. Люди зимы. В темных кожаных куртках, под капюшонами которых тьма вместо лиц. В черных перчатках, в просторных брюках, в высоких прошнурованных ботинках на толстой крепкой подошве, окованной металлом. Они вечно южатся, словно мерзнут на стылом зимнем ветру. Из-под капюшона всегда курится пар. От них веет холодом, и мурашки бегут по коже, когда они проходят рядом. Вам должно быть знакомо это чувство. Я бежал. Быстро оделся, на улице было холодно, близилась зима. Осторожно, стараясь не скрипеть рассохшимися половицами, прокрался к двери, отпер ее, скользнул в темный коридор. Люди зимы подходили все ближе, я чувствовал их. Как обычно, рот наполнился кровью, они вытягивали из меня силу, они пытались умертвить меня на расстоянии. Пригнувшись, чтобы убийцы не заметили мой силуэт в темном окне, я прокрался вдоль коридора, ощупью отыскал низенькую дверцу, за которой был крытый двор со всеми деревенскими удобствами, приоткрыл ее и, затаив дыхание, просочился в узкую щель. На дворе было чуть светлей, сквозь дырявую крышу лился внутрь лунный свет. Кругом громоздился хлам. Из темных углов, из полос тени торчали погнутые словно суставчатые лапы огромного насекомого. Пыльные мешки, похожие на ислевшие трупы, висели на стенах, валялись на земляном полу. Округлые куски мелой и соли, точно черепа, клочья покли и ветоши, выцветшие скальпы. Рискуя обрушить вековые груды мусора, я пробирался к дальней стене в загончик, где когда-то держали скотину. Там было единственное окошко, маленькая дыра в стене, затянутая пленкой. Я надеялся, что меня там никто не ждет. И мне повезло. Я убежал. Содрал пленку, снял с себя куртку, выбросил в окно, потом, нелепо дрыгая ногами, протиснулся и сам, вывалился прямо в подмерзшую лужу, порезал руку о корку льда, и они тотчас почуяли запах свежей крови, услышали шум, уловили тепло моего тела. Но поздно. Я бежал изо всех сел узкими темными проулками. За высокими глухими заборами давились злобным лаем собаки. Вскоре город кончился. Я выбежал на шоссе и тут же поймал попутку. «Куда?» спросил водила дальнобойщик, довольный, что ни одному придется ехать в ночи. «В деревню», сказал я. «Подальше от этого проклятого города». Иногда я думаю, что не среду мы создали, а новых существ. Мега-существ. Что если мегаполисы уже давно обрели разум? Гигантские амебоподобные организмы с каждым годом растут, расползаются, поглощая окружающие земли, пряча их под бетонной асфальтовой коростой. Ненасытные глотки ТЭЦ поглощают тысячи тонн угля, газа и мазута. В кишечнике канализации постоянно что-то переваривается, провода нервы гудят от перегрузки. Кровеносная система дорог функционирует круглосуточно, клапаны светофора управляют движением. На оживленных перекрестках, в банках, в магазинах, всюду глаза камеры. Мегаорганизмы связаны меж собой паутиной проводов, трубопроводов и дорог. Они настоящие хозяева земли. А мы их рабы, заложники. И те из нас, кто не захочет работать на благо организма, будут иметь дело с соглядатаями, с чистильщиками. Серые люди это своего рода лейкоциты, макрофаги, пожиратели заразы. Они умеют прятаться. До поры до времени. Сейчас я живу в глухой провинции, в небольшом селе. До ближайшего города 100 километров, но это обычный заштатный городок тысяч на восемьдесят жителей, где все друг друга знают. Опасные же города далеко, я стараюсь бывать там как можно реже. В селе меня считают богатым чудаком. Уехал, мол, из города в глушь, купил старую каменную усадьбу, поселился там один, постоянно что-то мастерит, принимает какие-то машины, разгружает, погружает, на крышу поставил хитрые антенны, опутал весь дом кабелями, чудик. Приходил как-то участковый, интересовал, с чем-то я занимаюсь. Я провел его по усадьбе, показал свой маленький цех, сказал, что варю мыло, дождал подержать в руках только что отлитый кусок. Какое-то оно немыльное, с сомнением, сказал участковый. Специальное, ответил я, хозяйственное. Ну, ладно, документы в порядке? Конечно, заверил я его. Потом мы чуток выпили, и он довольный ушел. Мне нравится здесь жить. Спокойно, тихо, неспешно занимаюсь своим делом. К концу жизни надеюсь все завершить. Я хочу спасти свой вид от вымирания. Тут все просто. Либо я уничтожу города, либо города сожрут всех нас. Вы не представляете, сколько может сделать неглупый человек, имеющий достаточно времени, только упорство, множество друзей по всему свету, с большей частью которых он даже не встречался лично. Слава тебе интернет, слава вам социальные сети. Человек, который до сих пор любит свою мертвую жену. Вчера я отправил первый груз за границу в Нью-Йорк. Две тонны. 60 коробок моего фирменного мыла. Новая улучшенная формула уже должно быть грузиться на транспортный самолет. Следом под видом радиокомпонентов для систем спутниковой связи пойдут взрыватели. Люди, которых я нанял, сделают все, что нужно, не задавая лишних вопросов. Нет, я не собираюсь убивать людей, хотя без жертв, наверное, не обойдется. Я хочу обескровить мегаполисы. Тысячи зарядов в крупнейших городах ждут своего часа. Если я нажму маленькую кнопку на брелоке, которая сейчас находится в заднем кармане моих брюк, а потом в течение пяти минут не отменю команду, детонаторы сработают. Лопнут нефтепроводы и газопроводы. рухнут опоры линии электропередачи. На энергетических объектах взорвутся котлы, взлетят на воздух подстанции, отключатся телефонные коммутаторы, вспыхнут телебашни, перестанут работать насосные станции. Надеюсь, этого будет достаточно. Мне не хочется приводить в действие заряды с радиоактивной грязью. сегодня ночью у меня пошла горлом кровь. Я давился кашлем и выплевывал в подушку комки алой слизи. В руке у меня был брелок. Кажется, они нашли меня и здесь. Неужели они стали выбираться за пределы городов, значит, у меня остается слишком мало времени. Утром я перепрограммировал систему взрывателей. Теперь я обязан каждый день нажимать кнопку. И если со мной что-то случится, если серые люди доберутся до меня, вы знаете, что произойдет. Теперь знаете. Не думаю, что вы меня простите, но я хочу, чтобы вы меня поняли. «Музыка» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...